Итак, давайте рассмотрим. Добрый день. Основные ошибки, которые у нас с вами появились на нашей последней аттестации. Итак, с чего бы я хотел начать? Я буду идти в разнобой, возможно, не так, как на мобле у нас с вами написано, но тем не менее показывать все ошибки, которые есть. Первая ошибка, которую я хотел бы рассмотреть. Это толщина границ в таблице. Это касается не только таблиц экспликаций, это касается и рамки и основной надписи. Перепроверяйте, чтобы все границы были настроены. Второе замечание. Высота строк. Высота строк и в таблицах экспликаций, и в рамке основной надписи часто встречается, что не соответствует. Особенно строка и того. Она у нас не должна отличаться от всех остальных строк, где указаны все порядковые номера. Следующее. Ограждение. Отсутствует ограждение и вокруг лестницы на плане второго этажа, чтобы люди просто не упали и не разбились. И отсутствует ограждение на крылечках, верандах, террасах. По этому примеру, у молодого человека ограждение есть. Не забывайте добавлять ограждение. Здесь на плане второго этажа. Сейчас я вернусь еще к этой ошибке. На плане второго этажа ограждение тоже присутствует. Это план второго этажа. Следующая ошибка. Несоответствие кровельного пирога в разрезе и кровельного пирога на фасаде ваших сборок основных крыш, которые мы можем использовать по нашему проекту. Толщина в некоторых случаях либо произвольная, либо для холодных крыш используется теплая, и наоборот. Не путайте сборку ваших крыш. Следующая ошибка. Рамки и основные надписи спроектированы в пространстве модели. Как уже говорилось ранее, это будет считаться за ошибку. На листе правильнее и удобнее выносить эти рамки, когда вы уже сформировали один лист. Неправильная толщина перекрытия. Не забывайте, что оно должно быть 150 миллиметров по всем этажам, кроме фундаментной плиты в нашем варианте дома. Здесь еще неправильная толщина линии стенки проходит. Следующее. Неправильно вынесенный масштаб. Напоминаю о том, что на листах, где у нас с вами планы, фасады и разрез это масштаб 1 к 100. У видового экрана на листе мы должны выбрать масштаб 1 к 100. В случае схем заполнения окон и дверей мы указываем масштаб 1 к 50 и подписываем его в таблицу, в рамку нашего чертежа. Там же, где у вас название самого чертежа. То есть, предположим, вот здесь. Но если был бы это схем заполнения, подписывайте, пожалуйста, вкладки, чтобы можно было быстро переключаться между чертежами. В случае схем заполнения они подписываются у нас в названии самого чертежа. Следующее. Крыши висят в воздухе. В предыдущем видео по разбору ошибок я уже говорил про то, что крыша либо висит в воздухе, либо ни на что не опирается. Крыша должна у нас опираться на стены. Следующее. На фасадах отсутствуют размеры между крайними осями. Они должны быть. Не забывайте о том, что они должны быть. Следующее. Неправильная толщина линии в ведомости рабочих чертежей. Понятное дело, что она должна быть у нас с вами на листе сделана. Молодой человек сделал в модели. Это неправильно. Неправильная толщина линий. В данном случае она верна. То есть, лист огражден, примечание ограждено, нижняя, верхняя. Следующее. Название нашего чертежа первого же дублируется. То есть, ведомость рабочих чертежей. Первый чертеж отвечает сам за себя. Ведомость рабочих чертежей. Следующее. В таблицах экспликаций наших экспликаций помещений у многих отсутствует строка и того. Напоминаю, что она должна быть. Следующее. Окна двери. Вы должны запомнить то, что есть ли элемент in. Обратите внимание. Дверь у нас определяется правая либо левая. Какой рукой мы открываем дверь на себя. И в прошлом видео я об этом досконально рассказывал. Точнее в предыдущем видео. Когда рассматривал схему заполнения оконных дверных проемов отражения. И это не зависит от того, что как вы спроецируете ее по итогу. Она все равно останется правой либо левой. Главное правильно изобразить дальнейшее. Как? Если дверь у нас с вами в данном случае левая и открывается на нас, ручка у нее будет с правой стороны. Раскосы пойдут в правую сторону. Смотрю в обозначении. Дверь левая. Открываю ее левой рукой. Но проверяется это не только таким образом. Я смотрю dn1. Дверь левая. Здесь dn1. Дверь левая. Верно. Смотрю на план наш. Ищу dn1. Здесь я, видимо, его не найду. dn1. Дверь левая. Я открываю левой рукой дверь на себя. В схемах заполнения дверных проемов вы можете оставить ее как вам удобнее. Главное, чтобы вы не забыли. Все, что открывается на нас, отображается в сплошной линии. То есть вот эти линии. Все, что открывается от нас, отображается в пунктирной линии. В условных обозначениях отсутствует двоеточие. Не забывайте то, что в условных обозначениях у нас условное обозначение двоеточие. У вас идет перечисление материалов, которые располагаются ниже. Следующая ошибка. Ширина лестничной площадки меньше ширины лестничного марша. Здесь площадка достаточно маленькая, но тем не менее, она у нас не меньше ширины лестничного марша. Напоминаем то, что минимум 900 миллиметров. Минимум 900 миллиметров лестничный марш и, соответственно, минимум 900 миллиметров лестничная площадка. Она должна быть не меньше лестничной площадки. Дальше. Название чертежа у нас всегда с большой буквы. Высота текста 5 миллиметров. Он должен соответствовать высоте текста в обозначениях осей. Обозначение разреза на планах. Высота текста не должна быть больше названия самого чертежа. Она должна быть так же, как и весь остальной текст. То есть, 5 миллиметров у нас используется только в названии чертежа и обозначении осей. 5 миллиметров не должно использоваться в размерах, в текстах, в площадях, в маркировках. Мы не используем его. Так же, как и на разрезе, мы его с вами не задействуем. Не убраны границы в табличном значении таблицы экспликаций. Вот этой тонкой линии быть не должно. Ежик из штриховки на поверхности подвала. Кто опроектировал подвал? Здесь правильное обозначение. У вас штриховка всегда направлена в одну сторону, словно она рассекает ваш объект целиком. У вас, по сути дела, объект встраивается в грунтовое основание. Не нужно мешать штриховку направо-налево. Вы в гости не найдете такого никогда. То есть, не нужно ее делать. Вот таким образом. То есть, одна повернута в одну сторону, другая повернута в другую сторону. У вас не крест-нагрест, вы не в утеплитель дом встраиваете. И то этот утеплитель не получится. Следующие две ошибки объединены в единое целое. Заполнение нашего листа. Оно должно быть не менее 75%. Все, что вы выносите на свой лист, должно его планомерно заполнять. Если вы на большой лист формата А0 выносите какой-то один планчик, который влезает на лист формата А4, это неправильно. Объединю со второй ошибкой. То, что касается названия. Вы можете на этот большой лист вашего большого формата вынести несколько планов, несколько фасадов. Не комбинируйте фасады и планы, а несколько планов, несколько фасадов, несколько схем элементов заполнения. Двери, окна и так далее. Все это объединить в одно целое. Но название нашего чертежа и в ведомости, и в самом названии указывается тогда. Сейчас на примере просто перенесу. Отправлю здесь. Через запятую из большой буквы. Никаких маленьких букв, никаких И. Они должны полностью соответствовать. Вы смотрите на свой чертеж. У вас там два фасада. Оба подписаны. Фасад ЖА, фасад АЖ. Соответственно, и в названии, и в ведомости, они должны быть через запятую и оба с большой буквы. Так же и с объединенными схемами элементов заполнения. Следующее. Если вы на фасадах. Что-то не заштриховываете. Ой-ой. Ну ладно, тут расчленивание человека. Это тоже. Что-то не заштриховываете. То есть ставить этот элемент с обозначением без всего не нужно. Если вы его не заштриховали, и пустой таблички не должно быть. Можно всегда использовать универсальную штриховку поверхности. Это изменяющийся масштаб штриховки штукатурки. В 95% случаев у любого материала есть шероховатость. Вы так или иначе ее показываете. Но пустой квадратик нельзя использовать. Следующая ошибка. Оси в разрезе. Мы ставим, и в предыдущем видео это опять же говорилось. Мы ставим оси только для разрезаемых несущих стен, которые попадают в пространство нашего разреза. В данном случае это ось А, Д и Ж. У меня есть несущая стенка здесь, либо она у меня на вышестоящем уровне. Здесь и здесь. Больше у меня никакие несущие не режутся. Если бы у меня, не дай боже, где-нибудь на втором этаже разрезалась несущая стенка, вот здесь предположим, то это была бы ось, предположим, В. То я бы ее тоже вынес. Следующее. В основной надписи. Многие используют однострочный текст, потом его копируют, переносят и очень криво выравнивают. При создании подписи в блоке с атрибутами, используйте многострочный атрибут, чтобы нормально все переносилось на следующую строку, ну, либо как вам нужно. С толщинами линий на фасадах. Очень большая путаница, особенно с линией разделения нашей поверхности декоративного камня. Проверяйте толщины линий. Контуры всех колонн должны быть толстыми, крыши должны быть толстыми, все изломы наших стен должны быть толстыми. Перепроверяйте, нам надо эти вопросы рассматривать. Следующее. Цвета на фасадах, либо на планах, да вообще на любых чертежах. Большинство из вас, как оказалось, несмотря на все четыре предыдущие видео, это показатель эффективности. Даже у меня было первое же мое видео, вспомогательное для тех, кто только учится работать в автокаде, и уже поступают лестные отзывы на эту тему. Но они восприняли эту информацию как нужно. Цвет нужно подбирать из первой вкладки набора цвета. Тогда при настройках печати монохрома он становится черно-белым. Если вы подбираете из всей палитры, либо альбома цвета, да, он здесь красивее можно подобрать, но даже при настройках монохрома он останется в цвете. Цвет выбираем только из первой вкладки. Далее. Почему-то не все помещения люди указывают в экспликации помещений. Все помещения должны быть пронумерованы, и все они должны быть вынесены в таблицу экспликации по этажам. Следующее. Название нашего разреза. Разрез 1-1. Как ни странно. Даже используя динамический блок наш с обозначением разреза 1-1, люди называют разрезы по крайним осям. Это неправильно. Следующее. На листах не скрыты видовые экраны. Перейдя на лист, граница видового экрана оказывается не скрыта. Вот это граница. Молодой человек неправильно напоминает то, что проектировал. Не в листе, а сразу же он за границу видового экрана использовал границу своей рамки, которую сделал в пространстве модели. Следующее. Горизонтальные размеры в разрезе. Вне зависимости от того, сколько бы ни говорилось это на видео, но тем не менее встречаются размеры дверей, окон, горизонтальные на разрезе. Их быть не должно. Дата у нас с вами ставится на чертежах только месяц и год. Месяц по расписанию у нас с вами июнь. Ноль шесть двадцать должно быть. Ничего кроме зеркальный разрез. Самая замечательная ошибка, когда нужно ее исправлять. Когда люди строят разрез, почему-то располагают планы над плоскостью. Сейчас я включу ортогональное ограничение перемещения курсора. И выносят вспомогательные линии просто сверху вниз. Не забывайте о том, что это неправильно. У вас разрез получается зеркальный. И его нужно будет переделывать. Проектируйте его снизу вверх. С пространства вида перетаскивайте. Флаг крыши. Самая распространенная ошибка. Покажу на примере. Странный динамический блок должен быть. Здание визуально делится пополам. И флаг крыши почему-то у многих повернут в неправильную сторону. Вы разделили здание пополам. Ведь высотные отметки вы повернули на левую сторону. Все, что располагается слева. Справа высотные отметки повернули на правую. Все, что располагается справа. Так а почему флаг крыши остается неперевернутым? Это неправильно. Разворачивайте, ориентируйте флаг крыши таким образом, чтобы он соответствовал. Следующее. На планах наших этажей у вас помогательный динамический блок создается. Замечательно. Сейчас посмотрим, есть ли у молодого человека на чертеже динамический блок. Динамический блок мы не вращаем при помощи функции повернуть. У нас с вами цифры тогда переворачиваются. И они располагаются не в плоскости вида. У многих ошибка была вот таким вот образом. И единичка должна всегда оставаться считаемой. Чтобы это сделать, нужно нажать на динамический блок и повернуть за кружочек на необходимый угол. Следующее. На плане разреза многие забывают штриховки, утеплителя, да вообще многие какие штриховки. Просто забывайте. Перепроверяйте. Вот здесь стенка разрезалась, перегородка. Штриховки у нее нет. Должна быть. Следующее. Крыша чердака. Здесь она ярко выражена. У кого-то может она ниже располагаться. Вот эти стены, доходящие до крыши, тоже должны быть. Это к основным первым ошибкам, то что крыша всегда должна опираться на стены. Многие забывают доводить эти стены и формировать чердачное помещение для своего чердака. И соответственно настройки. Перекрыйте стены, доходящие до нашей крыши. Следующие ошибки связаны с текстами. Неправильно подобрана высота текста. Напоминаю то, что 5 миллиметров. Достаточно запомнить основное. 5 миллиметров у нас используется для названия нашего чертежа. Раз. Обозначение в осях. Два. Больше высота 5 миллиметров у нас встречаться не должно. Ни в условных. Ни в обозначении разреза на планы. Там где у нас с вами 1-1. То есть вот в этой части. Вот здесь. Он не должен быть 5 миллиметров. Дальше. Еще одна основная ошибка. При построении фасадов, конкретно высотной отметки, не убираются вспомогательные линии для их построения. Просто пересекают все фасады и будут куда-то линии. Неизвестно. Не забывайте удалять ненужные линии. Следующее. На фасадах почему-то присутствует штриховка, якобы штриховка поверхности земли. Ее быть не должно. Мы ее не строим. Следующее. Контуры для штриховки нашей земли на плане и на разрезе. Не забывайте скрывать граничное значение контура. То есть вот он здесь построен и скрыт. Не нужно здесь еще нижний контур, чтобы он сохранялся. Сейчас я включу для отображения. Он уже был удален. Не нужно скрывать... Ой, не нужно показывать этот контур. Если бы молодой человек был не скрыт, я бы здесь увидел что-то наподобие вот такого вспомогательного контура для построения штриховки. Не забывайте его удалять. Он нам не нужен. Следующее. Кружочки в обозначениях осей накладываются друг на друга. Здесь они сделаны верно. Излом осей. Одна из самых первых тем и в рейвете в прошлом семестре и сейчас в каде. Не забывайте делать излом оси. Они не должны накладываться друг на друга. следующую сферю. Какие еще вопросы? Если вы используете несколько фасадов на одном листе, несколько схем заполнения на одном листе, достаточно одних условных обозначений на все эти элементы. То есть предполагаю я, что на одном листе захотел изобразить фасад ЖА и фасад АЖ. Я их на один лист просто закину. Так вот, мне не нужно два условных обозначения. Мне достаточно одно условное обозначение на два моих фасада. Сейчас я перенесу их. Выравнивать сейчас не буду. Предположим, здесь лист. Мне достаточно одного условного обозначения на два моих фасада. Так же, как и в схем заполнения, достаточно одного условного обозначения стекла на все эти фасады. Следующее. Утеплитель и облицовка не доходят до уровня земли. Многие не доводят утеплитель, а многие вообще перекрытие продлевают до границы нашей стен, что вообще неправильно. Утеплитель и облицовка у нас с вами доходят до земли. А от земли уже начинается стенка нашего подвала. Не забывайте об этом. Не показаны на планах ниже стоящего уровня, то есть на плане второго этажа предполагаю. Сейчас ускрою площадь. Да, площади на листах почему-то не скрыты. Площадь имеется в виду контуры для определения наших площадей. Так вот, на планах второго этажа отсутствуют уклоны ваших вспомогательных крыш. Они должны быть. Следующий. Да, вроде бы как из основных элементов все. Да. Дополнительная текстовая часть присутствует у нас на модле по ошибкам. Еще раз пройдитесь по ним. Большинство ошибок, которые я сейчас не назвал, они встречались в предыдущих роликах, инструкциях и вопросах на форуме. Пожалуйста, уделите время учебе. Вот и все. Всем спасибо, что были тут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok